так сегодня находимся мы на даче кафе ресторана он снимем обзор сегодня про баню это строение это баня строилась она с 1995 года по где-то 2008-2010 где-то в этих краях соответственно как тут делалось все каркас этой бане сделан из бревен то есть тут такие бревна стоят внутри вот из них был сделан каркас потом этот каркас обшили обложили кирпичом где-то где он не заштукатурена пойдем смотрим вот тут вот видно вот этим кирпичом обкладывали после того как сделали каркас и накрыли собственно говоря по моему даже под крышу потом изнутри мы это все дело ну тут конечно высокий полет конструкторской мысли пенобетонными блоками моему десяткой обложили потом еще утеплили ватой потом сверху вагонку и получилась короче вот такая баня два с половиной на пять вроде так об можно посмотреть что внутри так снаружи есть еще здесь вот вода подведена уже такой вот оборудован разделочный стол помыть тут что-то там все эти дела вот коммуникации выведены вот там заводятся коммуникации и канализация труба вот в яму яма по-моему небольшая на с ямой яма во всяком случае не наполняется не знаю сколько тут кубов пару кубов мама не наполняется особо собака пришла посмотреть на всякий случай вот что интересно лет где-то наверное пять может или шесть назад я кирпич обмазал шпаклевкой штукатуркой для наружных работ вот так вот гребеночка и сверху покрыл его то что получилось краской стоит зимой летом ничего нигде не потрескалась из всякой сетки без ничего ни одной собственно трещины нет нигде фундаменту вот этого дела просто были закопаны ведра не сильно заглублены и поверх на швели ли уже ложку клался кирпич вот видно куски бревен еще торчат которые были изначально в каркасе но к слову о том что потрескается не потрескается вот видно что вы здесь трещина пошла кстати вот пошла трещина вот ну вот единственное что потрескалась вот но это видимо в этом году может так не помню чтоб трещины были такие вот где дождь сильно льет посмывала все нафиг снизу потому что нету здесь водостока никакого то есть она все течет все меняется ну что пойдемте посмотрим что там внутри по планировке так 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 это предбанник оборудован здесь вот я выключатель такой вот делал еще разводил когда-то сам обложили все плиткой так вот и из предбанника идет у нас в мощное отделение идет у нас в парилку парилки так вот все выглядит здесь по моему если не изменяет память вагонку я покупал его гонка в свое время вот это вся стала в 500 долларов насколько я помню то ли альха то ли еще что-то парилка вполне себе такая здоровая специально делая большую парилку по плану ну что все делают мелкую парилку я делал большую чтобы место было очень удобно размещаться здесь вот уже сделали всякие там под голову положить вот полки тоже сделаны из лиственных деревьев а каркас сделан из сосновых доска вот тоже лежит тоже вот делал на гвоздях вот когда-то в детстве бил вот гвозди молотил ничего стоят что никуда не улетела вот интересно сделано окно окно сделано из стеклопакета то есть купили мы бушный стеклопакет вставили его за силиконили и при первой же топки лопнула первое стекло вот она лопнула вот так как стекол здесь три остальные не лопаются как ни странно то есть вот первое лопнул и все так что теоретически в парилку можно ставить стеклопакет мы просто сразу настроитесь что первое стекло лопнет и все все остальные стоят то есть мертво очень удобно лопнет и лопнет и хрен на него главное чтобы не повываливалась если бы вывалилась наверно было бы погрустнее так что касается печки печка сделана из трубы это вот газовая труба вот вот одна труба сделалась она делают из газовых труб такие печки вот это вот одна труба сверху заварена вот и топочная сделана тоже из двух труб то есть вот это вот труба она вставлена под перпендикулярном и заварена тоже другую трубу из труб сделан такая печка здесь ну почти сантиметр железа и не прогорит она видимо никогда топочная вот лежит у нас не в топочной в каменной лежит кусок соли для запаха на камнях ну вот так вот сделано все это дело пытались покрасить вот здесь в черный цвет так вот вот этот вот бак он предназначался для воды здесь должна быть вода но по факту его не используют по назначению и воду сюда не заливают по наложили кирпичей несут отделяет моечное отделение ничего нормально доски правда почернели трахец видимо где-то опыт идет все таки сажей но целом нормально здесь плюс этой печки состоит в том что если кинуть сюда одну китку дров вот тут жарко аж капец если кинуть две китки дров то можно париться в этой парилке просто с открытыми дверями двери на улицу можно не закрывать если кинуть три китки дров мы так сразу решили протопить первый раз когда ну как обычно это бывает целый день топят баню то есть мы парились где-то вот где-то вот здесь вот мы парились здесь вот где-то вот так вот потому что сюда уже было не зайти интересно каркас сделан стен то есть стены делал я из чего из профиля металлического и гипсокартоном и гипсокартона огнеупорного здесь вот потопочную изначально место было отвезено и вот печка выходит сюда то есть здесь вот это все дело вот так топится поддувало тут вот так вот выглядит это дело не знаем водопланировки удачная неудачная но так здесь вот не сказать чтобы это сильно какая-то мощная так хозблок такой здесь вот больно есть мыльнорынная здесь лавка стоит обычно и все это дело вот заведено здесь душ такой оборудован и удобно достаточно сделан такой порожек чтобы ничего не стекало вот получается там сливное отверстие отсюда вода течет на улицу вот коммуникации заходят с улицы сюда в принципе вполне все цивильный к столько такая вот на ниточке любимый вариант еще вот добавили не знаю когда это сделали вентиляцию то есть там вентиляционный короб такой выходит куда-то на чердак вентиляция вот так вот такая баня доски к слову вот доски ничем не обработанные лет наверное они уже здесь не знаю 78 точно лежат ничего никуда не сгнило полутепленные утепляла и упал пенопластом с ватой но с учетом сегодняшних тенденций полный мрак но пока не сгнила к стоит сейчас посмотрим что там у нас на чердаке если залезу конечно в чем в чем я сомневаюсь говорят что не залезу лестнице нету опа вот так вот выглядит чердак здесь вот видно идет труба печка остатки досок вот такой чердак не знаю видно нет наверно не видно утеплитель здесь вот я использовал вата и доска не поднимусь так бы рассказал наверное что нибудь там по ходу движения ладно попробую залезть сильно много вешаю с учетом высоты падать не сильно охота по плану конечно бы замазать до конца стены ну и так стоит отличная супер супер баня вот с улицы вот так вот выглядит стеклопакет когда так как умел его засиликонил глазка уже облупилась вот здесь вот пена это все дело уже подбалтывается немного ничего стоит с улицы все гельметично такие вот отливы сделаны слову сказать баня это перестраивалась несколько раз здесь изначально было большое окно не знаю а здесь кухня планировалось планировали сделать здесь кухню и вот видно что кладка была вот здесь было такое большое окно вот так вот большое здесь должна была быть кухня то есть кухня и маленькая такая парилочка там с с банькой по итогу все это дело перешло полностью как баня и вот так вот сейчас выглядит в принципе уже в таком виде эксплуатируется наверно года три или четыре или около того удачный такой вариант конечно очень много здесь туда затрат было из-за того что делали неэффективно но тем не менее здесь вот доски хранятся дровишки березовая сбоку все такой вот наждачный вариант баня кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока